Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания всем, кто меня сегодня смотрит. За прошлую неделю от вас пришло очень много комментариев, очень много вопросов под различными сюжетами. И несмотря что вопросы и комментарии были относительно различных тем, но все как бы в совокупности сводилось к тому, что не любят французы, что они не терпят в быту, в личных каких-то отношениях, в социальной жизни. И поэтому сегодня я решила рассказать именно об этом, поскольку такого видео у меня на канале еще не было. Если говорить в общем, то французы больше всего терпеть не могут. Это дискомфорт в их жизни, как в бытовой, так и в семейной. В одежде они никогда не будут носить то, в чем им некомфортно. Они никогда не будут покупать автомобиль, в котором им ездить некомфортно. Французы предпочтут снимать недвижимость, а не покупать, только из-за того, что, например, тот дом или та квартира, на которую у них достаточно будет средств, ну кредита в том числе, будет находиться дальше от работы, от детских садов, от школы. Одна из моих зрительниц написала, наверное, самое большее количество комментариев под различными темами, начиная от того, что я рассказываю неправду, что я не права. Несмотря на то, что я всегда уточняю, что я не веду рассказ от третьего лица, я его веду от первого лица и рассказываю то, что я вижу, с чем я сталкиваюсь. И вначале я еще так хотела задать вопрос, поскольку она французов, друзей своих, знакомых, я не знаю, родственников назвала обезьянами, и меня это, знаете, чисто по-человечески так зацепило, что интересно, в глаза вы тоже так называете людей, с которыми вы общаетесь, видитесь, отмечаете там, возможно, какие-то праздники, или это, ну, так вот за спиной, ну, некрасиво так поступать. Но дальше, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров, и Франция не такая, и закончилось все тем, что с мужем она 15 лет мучается, и что и то не так, и это не так. Так вот, если говорить о семейных отношениях, французы практичны во всем, а в семейных отношениях так тем более. Они никогда не побегут в ЗАГС, вернее, в мэрию, для того, чтобы через 2-3 месяца общения оформить официальное отношение, они встречаются, они пытаются как-то попробовать семейную жизнь, то есть живут вместе, и это может продолжаться даже несколько лет, и когда уже не уверены в том, что подходят друг другу по многим параметрам, только тогда заключается или ПАКС, или официальный брак. ПАКС, если кто не знает, это, ну, что-то вроде гражданского брака, который, это контракт даже, скорее всего, можно так охарактеризовать, который один из партнеров может прервать, даже не ставя в известность другого. Французы никогда не будут сохранять отношения семейные, официальные, в том числе, если им в этих отношениях некомфортно. Если, ну, к примеру, вот я уже рассказывала об этом, семья продолжает существовать, как бы, фактически, но не практически, из-за того, что там совместный бизнес, или там ждут, когда дети вырастут, или там еще какие-то, ну, жизнь есть жизнь, и ситуации разные бывают. И если оба, вот, согласны, они договариваются, они разговаривают, общаются, обсуждают, и приходят, если к какому-то компромиссу, то, да, как бы, эти отношения будут на бумаге оставаться официальными. Но если одна из сторон будет себя чувствовать некомфортно, то тут уже ни бизнес, ни дети, ни дележ имущество, никого не испугают, такие люди жить вместе не будут. И вот почему я привела в пример комментарии этой женщины. Если 15 лет, вы мучаетесь со своим супругом, если он вас не устраивает, поступите по-французски, закончите эти отношения, и начните те, в котором вам будет комфортно, в той стране, в которой вам будет комфортно. Очень часто, и не только в комментариях, но и на личную почту, мне приходят вопросы, ну, почему так сложно найти там мужа иностранца, француза в том числе, почему как бы начинается все так красиво, а потом вот так вот раз, и все обрывается. Я вам могу сказать одно, как женщина, которая проживает уже 17-й год, мы вместе уже 17 лет, и 17-й год я проживаю в официальном браке. Не надо воспринимать, ну, не важно, там иностранца, я буду говорить о французах, потому что как там относятся, какой менталитет, какие традиции у мужчин из других стран, я не знаю. Если говорить о французах, не нужно воспринимать мужчину, как джина из лампы Аладдина, что только твои желания в одностороннем порядке исполняются, и как бы от тебя, ну, никаких действий не нужно в этом плане. Французские мужчины, если хотят создать семью, там, настроены на серьезные отношения, они ищут полноправного партнера, не обузу, которая там, хочу вот это, хочу вот то, но я буду днями и ночами смотреть там сериалы, фильмы, ходить там на фитнес. Мне нужно там три раза в неделю идти на маникюр, к косметологу, к парикмахеру и так далее. Здесь принято распределять обязанности поровну. Не обязательно жена должна зарабатывать больше мужа или наравне, но у каждого есть свои обязанности. Поэтому, если кто-то насмотрелся там каких-то, возможно, фильмов, начитался каких-то французских романов про романтику и то и сё, помните о том, романтика, да, она присутствует в семье каждого француза, но прежде всего у французов идёт практичность, комфорт и общение, умение договариваться ещё вот до создания серьёзных отношений. Каждый спокойно и доступно, чтобы было понятно, объясняет то, что хочет он, и потом уже они смотрят, совпадает это или нет. Французы не терпят посягательства на их личную территорию. Вот и как в прямом, так и в переносном смысле. Когда-то у моего мужа на работе был заказ. Люди купили дом, и там что-то с крышей были какие-то проблемы, и они её ремонтировали, там меняли полностью черепицу, и решили, вот крыша заканчивается, и забор между их домом и домом соседей. И вот здесь вот был небольшой проход, и они решили сделать навес. На 10 сантиметров вот крыша, вот этот навес, и естественно под навесом шла водосточная труба, чтобы не капала на территорию соседей. И вот эта труба, она на 10 сантиметров выходила по воздуху. Вот даже она там ничего они не ставили на их земле, и тем более, что стена была глухая, там ни окон, ничего. И на 10 сантиметров вот эта труба заходила за вот этот забор, который был между соседями. И что вы думаете, соседи ничего не говорили, когда был ремонт. Ничего также не говорили, когда вот эти соседи пришли убрать там, ну какие-то там небольшие остатки от строительных работ, чтобы не будут, что они ремонт делают, а соседи будут убирать. Они здесь очень щепетильно к этому относятся. Тоже ничего не сказали. Но прошло где-то месяц-полтора, я уже сейчас не помню, это давно было. И они прислали письмо с уведомлением, что ты расписываешься, что необходимо убрать эту водосточную трубу, поскольку она на 10 сантиметров выходит на их территорию, на их площадь. И в конечном результате пришлось убрать вот этот навес, поскольку ну как бы там из-за забора не получалось эту трубу как-то туда впихнуть. Поэтому вот практический пример. Мне тоже очень комфортно общаться с французами, поскольку что мне безумно нравится, например, приходят к тебе гости. Ты там что-то переставил, что-то переклеил, перекрасил, что-то новое из мебели купил. Они никогда не будут тебе делать указания, что зачем ты это сделала, раньше было лучше. И что это за цвет вот таких вот обоев или краски. Ну неважно где, на стенах, на дверях. И вот если даже далеко не ходить, взять то, что пишут люди на моем канале. Когда мы купили квартиру, и я показывала там вот это, вот это, вот это. И вы знаете, что самое интересное, чужие, абсолютно посторонние люди, я там еще как-то бы, ну поняла, там мама бы моя сказала, или там какая-то там близкая-близкая родственница, что можно вот это вот так вот сделать, вот это ты там убери. Нет, абсолютно посторонние люди, которые говорили, что вот я там смотрела у какого-то блогера, вот не нужно делать библиотеку, поставь туда рюмочки, какие-то вазочки, так будет красивее. Почему диван купили такого цвета? Почему ковер? Да нет, надо это заменить. И вот это вот все не так, и вот это вот я бы так никогда не сделала, как будто бы кто-то имеет право указывать посторонним людям, даже не близким. Вот французы, они близкие люди, там родственники твои приходят, лучшие друзья приходят, с которыми ты там уже много-много лет дружишь, общаешься, и никто никогда не позволяет вот на чужую территорию залезть, даже с советом. Возможно, он и практичный, возможно, он и где-то будет полезен, правильный, но у них это неприемлемо. Они ни у себя не потерпят такого, что вот если бы я пришла и сказала бы, «А что тут пальму поставила? Не надо пальму! Купи лаванду, красивее будет у тебя в саду!» Для французов это категорически неприемлемо. Знаете, что для меня вот на первых порах было очень удивительным, в положительном контексте удивительным, это то, что родители не лезут в жизнь своих детей. Я за вот эти годы, что проживаю, я никогда не встречала еще ни одной семьи, к счастью, возможно, где-то есть. Опять же, я акцентирую на том, что я говорю от первого лица о моей жизни, о моем опыте. И я никогда не встречала еще ни одной семьи, где бы были вот какие-то распри, что свекровь не принимает категорически невестку, или теща категорически там, ну, не переваривает зятя. И что родители там, дочки там или сыну, ну, так вот, вот там такой-сякой, вот, ну, как бы стараются не то, что родители, возможно, они как бы со своей стороны думают, что это правильно они поступают, что это не для того, чтобы там семья распалась, а вот просто, чтобы там сын или дочь обратили на неправильное какое-то поведение своего супруга. Во Франции этого вообще, наверное, не существует, ну, по крайней мере, среди моих знакомых, друзей и в моей семье такого нет. Ни родители, ни сестры, ни какие-то там тети, дяди, они в семейную жизнь абсолютно не лезут. Даже если вот там родственники с той или другой стороны, ну, чем-то недовольны выбором своего ребенка, в любом случае они будут встречаться на праздниках, они будут держать лицо, как говорится, вежливо, корректно, но никогда они не будут вот так вот напрямую влазить в семью, и тем более уж ни в коем случае не будут, ну, устраивать какие-то вот такие вот скандальные ситуации, чтобы, ну, семья распалась. У меня во французах сложилось такое впечатление, что они не живут на показ, они живут для себя и живут так, чтобы им было комфортно, а вот, ну, как, не на показуху, что один съездил там твой друг, знакомый, родственник на какие-то острова, и тебе нужно взять кредит, там, я не знаю, разбиться в лепешку, но поехать не на те острова, а те, которые еще дальше, туда, куда путевка стоит дороже, чтобы, ну, как-то вот переплюнуть. Они никогда не будут покупать машину, чтобы кому-то показать, что свое превосходство, что вот ты купил такую, а я куплю там еще более дорогую, более крутую. То же касается самое и гаджетов, телефонов, каких-то украшений. Люди здесь не стесняются говорить о своих там каких-то финансовых проблемах или же о здоровье. Ну, вот вещи такие, о которых я сказала выше, что моя территория, это моя территория, это недопустимо туда вторгаться, это мое личное пространство. И по поводу комфортно, вот, ну, как-то вот для них это, он во всем. Даже в еде, в одежде, в макияже, в образе жизни, в стиле жизни. Кто-то любит в деревне, да он в жизни не поедет жить в городе. Даже если вот по наследству там, ну, достаются дома, квартиры, они их или сдают, или продают, они будут вот так, что вот, а мне досталась там квартира там-то, там-то. И вот я там буду жить, и мне там будет хорошо, когда на самом деле ему абсолютно не будет там жить хорошо. Чтобы не думал кто-то, потому что у многих, я вижу, вы, пожалуйста, не обижайтесь, я вижу, что у некоторых мнение складывается не на реальности, а на том, что вы где-то прочитали или где-то услышали. Что-то совпадает, я не буду отрицать этого, но некоторые вещи, они абсолютно, абсолютно отличаются от того, что вы думаете про Францию, про французов, француженок, отношения и все в этом роде. Я достаточно давно веду этот канал, достаточно давно читаю комментарии, я не знаю, сколько миллионов за это время комментариев было мной прочитано, и сейчас мне очень легко понять, действительно ли человек, который утверждает, что он там столько-то, столько лет прожил, и он лучше знает там обо всем, что здесь происходит, или этот человек просто, ну как бы понаслышке обо всем, об этом знает. И также очень легко понять, если женщина там комментирует какие-то там или мои сюжеты, или комментарии других зрителей, и видно, что этот человек, кто вышел замуж за мужчину, и видно сразу другую женщину, которая вышла замуж за то, чтобы выехать из своей страны. Потому что вот очень отличаются те женщины, которые действительно проживают во Франции, они с чем-то согласны, с чем-то не согласны, но они не атакуют, не нападают, а человек пишет, я живу в этом регионе, вот у нас немного по-другому традиции. И то же самое касается женщин. Женщин, одни, которые действительно живут, они подтверждают то, о чем я говорю, с чем-то согласны, с чем-то нет, что-то дополняют, но те, которые, эти женщины действительно выходили замуж для того, чтобы создать семью с определенным мужчиной. И женщины, которые выходили замуж за Францию, за Италию, за Испанию, за другие страны, не за мужчину, они сразу начинают, да вот, что это такое, вот работа не такая, почему там я ему должна, почему я там должна обстирывать, почему я должна там к его детям хорошо относиться. И вот, ну, уже не нужно дальше о чем-то говорить, и не нужно дальше что-то обсуждать, и сразу ясно, кто есть кто. Все, мои хорошие, на этом я буду заканчивать. Благодарю всех за вопросы, благодарю всех за комментарии. Мне всегда очень приятно, если вы можете от меня узнать что-то новое и интересное для вас. И также я всегда благодарю, если мои зрительницы, которые действительно проживают во Франции, дополняют в комментариях информацию, о которой я не сказала. Иногда зрители пишут комментарии, «Ну как так за столько лет, и ты вот этого не знала?» Да, не знала, я не стесняюсь этого, поскольку некоторые французы, французы, вот, коренные жители этой страны, они тоже многого не знают. Невозможно знать все. Целую, обнимаю, желаю всем прекрасного настроения, мирного неба, здоровья, счастья семейного, чтобы всегда у нас, у всех все было хорошо. Ну и, конечно, увидимся в моем следующем видео.